ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача беседы с батюшкой и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протеерей Александр Рябков. Сейчас, Александр, здравствуйте! Добрый вечер! С праздником! И вас с праздником! Очень приятно вас приветствовать снова сегодня в нашей студии. Пожалуйста, благословите наших телезрителей в этот праздничный день. Дорогие братья и сестры, с праздником! Вас всех, помощи всем Божьей и всем Божьи благословения! Спасибо, Господи! Дорогие друзья, сегодня темой нашей беседы станет апостольство. Мы поговорим о том, кто такие апостолы и что представляет из себя апостольство вчера и сегодня. Телефон прямого эфира в городе Санкт-Петербурге 812-677-6244. Пожалуйста, звоните к нам в студию и задавайте ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Александр, ну, давайте тогда начнем беседу с того, что вот охарактеризуем это наименование, такое очень важное для церкви, апостольство. Кто такие апостолы и что такое апостольство? Ну, наверное, несколько слов о празднике сегодняшнем. В любом случае, надо о нем сегодня упомянуть. Дело все в том, что сегодняшняя дата, скорее всего, связана не с одновременной кончиной в один день, вот именно кончиной мученической апостолов, а скорее связана с тем, что вот в этот день, в третьем веке в Риме, мощи святых апостолов были перенесены именно в Рим и были торжественно, перенесены торжественно, были во время богослужения именно как реликвия, как Великая Святыня Церкви Римской представлены. И как раз потому, что в Восточной Церкви были разные даты и в разные времена, и в разных частях Восточной Церкви апостолы праздновались, именно апостолы Петр и Павел праздновались в разные времена и в другие времена года. А теперь, наверное, еще и в этом празднике. Мне кажется, всегда любой церковный праздник, который нам сегодня предлагается для рассмотрения, который нас посещает в нашей богослужебной жизни, каждый год открывает нам интересные ракурсы, интересные грани. Я вот думал тоже сегодня, тоже думал сегодня, как и многие думают, а почему вот эти два апостола, почему именно они, почему я подумал, не апостол любви Иоанн Богослов, тот, кто остался у креста Голгофского со Христом, почему не он представляет сегодня один всех 12 апостолов, всех 70 апостолов, почему он не является представителем в календаре? Я подумал, ведь здесь весь глубокий смысл. Апостол Петр троекратно отрекся, а апостол Павел был гонителем церкви до своего обращения. И вот интересно нам Господь сегодня дает в этом празднике надежду. Все равно, разумеется, апостол Иоанн Богослов почитается, и почитается у нас в календаре, он выделен даже красным цветом этот день, апостола Иоанна Богослова. Но вот представители апостолов, нам сегодня вот именно два этих апостола говорят о том, что Господь милостив, милосерд к нам, грешным, и даже троекратное отречение, и даже то, что человек, наоборот, не то что не был готов, а сопротивлялся проповеди Христа и его благодати, Господь обращает, принимает их, и их поставляет примером, их последующую жизнь представляет нам для будущих поколений христиан как именно пример, образец, как некое лекало для нашей жизни. В первую очередь, в надежде, Господь милосердный, Господь спасает, Господь принимает через искреннее покаяние человека. Вот именно два этих человека, два этих апостола, как раз вдохновляют нас при всех наших ошибках, падениях, каких-то несоответствиях и немощах, нас сегодня вдохновляет, что Господь может и нас, немощных, принять сегодня и на путь апостольства направить. Вот. И апостол — это посланник. Разумеется, посланник. И первоначально мы видим, что апостолы свою проповедь не выносили даже за стены храма Иерусалимского. Потом мы видим, что их проповедь происходила даже ведь не на площадях, и даже ведь не на улицах, как нам все-таки иногда может представляться несколько упрощенно. Синагога, то есть еврейская община в рассеянии и их собрание, синагога — это слово греческое, то есть собрание, как иклесия, это совместное собрание людей одной веры или в том случае одной национальности. Вот в этих собраниях апостолы несли первые слова о Христе в рассеянии. И дальше мы видим, что уже потом за стены храма Иерусалимского, за стены синагоги эта проповедь по ряду причин вышла именно к язычникам, к людям другой культуры, другой веры, других национальностей даже. Поэтому здесь, конечно же, речь идет не о том, чтобы сегодня искусственно проповедовать на площадях. И вот я часто слышу слова, мне говорят, ну ведь апостол же Павел говорил, что вера от слышания, да, он говорил, но там дальше очень много интересных слов вот в этом моменте, в этом послании к римлянам, вера от слышания. Но он эти слова дает в контексте библейских ветхозаветных цитат из пророка Исаии, где пророк говорит, так мы говорим, они слушают. И вот как раз эти слова, он говорит, почему, что не так важно говорение проповеди, как важна аудитория и важна готовность аудитории. То есть апостол прекрасно понимал, что для неготовой аудитории, для аудитории, которая не воспринимает твои слова, говорить искусственно и насильно, пытаясь их обратить, просто невозможно. Поэтому в нашем контексте сегодня мы видим, что проповедь, она все равно есть. Потому что, вот часто тоже спрашивают, а является ли Россия православной страной? Знаете, мы можем тоже сказать, является ли там какая-нибудь другая страна, там страной, например, мусульманской. Ну вот мы видим, например, что Турция, это страна во многом светская, но там присутствует ислам. А основатель современной Турции, Кемаль Ататюрк, он вообще был антиклерикал. И движение Итихат, оно было абсолютно не религиозно. Движение, которое возглавлял Кемаль. Поэтому мы говорим в контексте культуры. И православие в России есть. Это неотъемлемая часть жизни российского гражданина. И потом проповедь она даже не словесная, а культурная в литературе, в искусстве, даже в кино, в музыке она присутствует. Значит, что касается апостолата, апостольства, да, мы понимаем, история церкви на апостолах не прекратилась. И у нас даже в календаре, кроме апостолов, есть равноапостольные. Да, великий царь, император Константин Великий, есть его мать царица Елена, есть равноапостольный князь Владимир, его, значит, бабка Елена, значит, и Ольга, Ольга в крещении Еленом. И мы, дорогие, видим, что, ну, кроме... И здесь мы подумаем, ну, это так ведь, это какие же апостолы-цари? Ну, вот, принял он разные причины, цивилизационный выбор, как сегодня мы говорим, но этот выбор царя был не очень-то прост, потому что царь, князь, император сопротивлялся своему окружению, и потому в полной мере он равноапостольный. Он также рисковал, как апостолы, только апостолы шли беззащитны, а дворцовый переворот, примеров таких очень много было, и были такие примеры в истории церкви, когда принимал какой-то князь, какой-нибудь владыка христианства, и раз дворцовый переворот, и христианство прекращалось. И даже в истории Руси историки светские говорят о трех крещениях Руси. Фотиево крещение, Илья Скольдова крещение, крещение святой Елены, и святой Ольги крещение Елены, которая тоже принесла христианство на Русь, и крещение уже князя Владимира. И у нас пример есть и другого равнопостольного, например, царя Бориса Болгарского. Мы тоже видим разные причины. Вот здесь даже причина очень важная. Тогдашняя средневековая Болгария составлялась из разных народов. Славяне, пришедшие в VI веке на Балканы, в Мезию, Фракию и Македонию, и пришедшие после них уже кочевые булгарские племена. Разные культуры, язычество астральное у кочевников, язычество земледельческое у славян. И вот пешие войны славяне, и войны конные булгары, кочевники, слились по-настоящему в единую нацию благодаря христианству. И христианство на Руси, тоже разные славянские племена, тоже объединило в единое государство. То есть здесь, конечно же, мы видим и плоды цивилизационные, культурные, общественные и политические. Но они не так важны, конечно же. Самые главные для нас равнопостольные – это святые Кирилл и Мефодий. И их миссия, которая направлена была на Великую Моравию, князю Ростиславу, она тоже пришла не на пустое место. Как, например, кочевники булгары в свое время могли познакомиться с христианством еще в Приазовских степях. И многие нам сегодня неизвестные миссионеры, тоже равнопостольные, приходили в Приазовские, Прикаспийские степи гунном и проповедовали о христианстве. Священник Кардос, ничего мы о нем практически не знаем. Знаем только, что он пришел из Кавказской Албании или, может быть, из Сирии и нес христианство гунном, которое кочевали в Приазовских, Прикаспийских степях. И тогда уже знакомство с христианством уже получили те разные кочевые народы, которые проходили сквозь это большое пространство. Кирилл и Мефодий, святые наши равноапостольные, пришедшие в Великую Моравию, сегодня примерно, чтобы было понятно, о чем идет речь, это Чехия. И сегодня Моравия – это маленькая часть Чехии, а раньше Великая Моравия – это огромная славянская империя в Центральной Европе, обнимавшая собой сегодняшние территории государств Польши, Восточной Германии, Австрии, Венгрии, части Румынии, части Хорватии и Словении. Чехия, Словакия, Словения, еще огромная славянская империя в Центральной Европе, их туда принесли христианство, византийское равнопостольное Кирилл и Мефодий. Но до них уже славяне, и не только славяне, жившие на этой территории в Центральной Европе, с христианством познакомились благодаря интереснейшему феномену миссии ирландских миссионеров. Еще до слияния ирландской церкви с Латинским Римом восточное христианство во многом, принесенное на запад к асианам римлянам, процвело через Святого Патрика и через других монахов ирландских. И именно они впитали в себя скорее восточную сирийскую традицию монашества, которую они принесли. Об этом пишет Лев Корсавин, очень интересно писал о том, что для них самая главная была такая задача, придя к каким-либо язычникам, славяне это, или германцы, баварцы, или какие-то другие народы Европы, сначала поселиться в их среде, изучить полностью их язык, и потом уже проповедовать. Интереснейшее явление европейской истории. Наш известный патролог Алексей Сидоров проводит интересную параллель, можно найти у него в его труде «Восточное монашество», что у сирийских монахов, кроме столкничества, отшельничества, была интересная черта их иночества – миссионерство. Какие пути были пройдены ими вплоть до западного побережья Индии, до Индостана дошли, и сегодня Малабарская церковь или другие церкви в Индии, древние церкви, они имеют не только основание и подкрепляют свое основание именем апостола Фомы, но в первую очередь, конечно же, связь их с Сирией средневековой очень глубокое. Именно из сирийского православия, от сирийских монахов получили индийцы христианства в те далекие времена. И вот святые Кирилл и Мефодий пришли, принесли христианство, и опять же здесь огромное культурное богатство. Принесли они письменность, тогда еще глаголическую, но потом глаголическая письменность ушла, может быть, в сторону, но интересные статьи были и статья, вот я читал наши, еще в советских времен, исследователи Гранстером, о том, что же такое были за знаки глаголической письменности. Это была скоропись византийская, в которой, как у стенографии, эти значки в себя вбирали очень многие понятия, юридические, химические, медицинские, понятия не только юриспруденции, но и филологические понятия. То есть славянам была принесена не просто византийская, а именно римская культура, потому что тогда же никто не говорил о грехах, что они византийцы, они были римляне, ромеи. То есть настоящая, подлинная ромейская, римская культура была принесена славянам. Вместе с тем были принесены литературные памятники не только евангельские тексты, библейские, памятники юриспруденции. То, что потом легло в основу судебников у разных славянских народов, у чехов, у маравов, у киевских славян. То есть принесли науку, филологическую, естественную науку. Науки юридические были принесены славянам с этой миссией. То есть сегодня мы смотрим на этот труд, на эти великие деяния и понимаем, какое культурное значение имеет апостольство. Апостольство равноапостольных просветителей. И, конечно, вот этот труд, вот эти огромные территории, которые они покрывали своими ногами, как прекрасны ноги благовествующих мир, писал апостол Павел. Мы, конечно, удивляемся, не имея тогда никакого транспорта, люди из Средиземноморья приходили или далеко на север к славянским племенам, или далеко-далеко на восток к племенам индийским. Это действительно сегодня нам просто удивительно, когда мы к этому прикасаемся. Когда ирландские миссионеры пересекали, по сути дела, океан, чтобы прийти на европейский континент, очень многие гибли в волнах северных морей. Но при этом вот эта черта ирландского монашества нести христианство, и даже если ты погибнешь в этом путешествии, считалось как мученичество. Даже не прикасаясь еще к этим язычникам диким, погибнув в этих морских волнах, считалось как именно претерпеть за Христа. Конечно, здесь мы видим самые главные черта — это подвиг, это подвижничество. Что у апостолов, у учеников Христа, что у равноапостольных, у тех монахов, миссионеров, подвижников, здесь, разумеется, самым главным, самым важным был подвиг. Не слава своя, сейчас ведь они даже не оставляли своих имен. Мы сегодня, вот если даже говорить о святых Кирилле и Мефодии, их предшественникам, вот в Восточной Европе, можно найти имя, например, такого монаха Вергилия, еще ирландского монаха. И мы видим, что это только надо где-то открыть много страниц и увидеть эти имена. Они не заботились о том, чтобы свои имена оставить в истории. Тем более, вот если говорить о славянах, то на славян повлияли, как могут считать историки, очень разные апостолы и равноапостольные. Была такая даже черта у некоторых дореволюционных наших историков говорить, что вполне мог славянам проповедовать даже апостол Павел, потому что он был в Македонии. Но славяне пришли в Македонию, к сожалению, в VI веке, ну, может быть, в V, то есть на Балканы. Но очень вероятно, это с этим можно согласиться, что славянам мог проповедовать, например, Амвросий Медиаланский. Его Миланская епархия она собой обнимала и Иллирик. А Иллирик – это территория, чтобы было понятно, уже не существующая Югославии. И вот эти города, Сигендун, сегодня Белград, или Сирми, сегодня Сремска-Митровица в Сербии, или Ниш, который имел другое название, Наис. Между прочим, вот в этом городе Ниш по-сербски, а тогда по Наисос в этом городе родился Святой Константин Великий, равноапостольный. То есть, опять же, такое переплетение разных исторических фактов. Так вот, вот славяне, пришедшие в V веке вместе с аварами на территорию Иллирика и Балкан, вполне возможно, вторглись, конечно же, вторглись довольно трагично для христианской церкви в тех времен, познакомились с христианством впервые тогда в епархии Амвросия Меделанского. И эти города сегодня славянские, как Белград, Сигендун, или Сремска-Митровица, или Сирми, или такой город, как Ниш, или город София, Болгарии, а тогда Сердика, все это были очень важные церковные, кафедральные центры тогда вот именно римской церкви, церкви христианской, первоначальной, а первоапостольской. И в Сердике, как раз в Софии современной, проходил очень важный антиарианский собор. И даже вот мне посчастливилось быть в Софии. И этот собор, который проходил, вот этот противарианский, проходил в храме Святой Софии. Этот храм до сих пор существует. Недалеко от собора Святого Александра Невского находится величественное здание. Вот в этом соборе святые отцы заседали, отстаивали православную веру от нападок арианства. И мы видим вот это подвижничество, когда и действительно даже наши предки славяне, это действительно были люди, которым нужно было донести христианство даже не словом, а своим поведением в первую очередь. Интересно, в житии святых Кирилла Мефодия интересный такой есть факт, что ведь Кирилл пребывал одно время в Крыму и считается, ну тогда еще там уже со славянами он не сталкивался, а столкнулся он там с свет с венграми, которые туда пришли уже и вот никакого зла они ему не причинили потому, что увидели его молящимся. Язычники увидели миссионера не говорящим о молящемся и потому не тронули его, так говорит житие. Вот здесь нам как раз интересное из жития дается направление и вектор дается, что часто не слова а жизнь увлекает тех, на кого мы направляем свою проповедь. Не слова а жизнь. Хотя разумеется, конечно же у апостола Павла есть такие слова, что не так ну как он говорит для меня не важно кто как проповедует искренне или не искренне проповедует да или главное, что проповедует. То есть апостол Павел даже видит и в любой проповеди Христа любит человек по-настоящему Христа или нет. Но до конца действенная проповедь получается именно из любви. А из любви к Христу. И вот когда эта любовь ко Христу есть, тогда человек может зажечь другого человека. Потому что он проповедует не теорию, а практику жизни. И это очень важно. И дальше мы говорим а в чем же ну хорошо вот были апостолы были равноапостольные а дальше что? А дальше мы видим вот у такого известного церковного писателя Сергей Иосифович Фудель у него большое наследие литературное творил он посудило в стол и когда он не надеялся что когда-то его книги будут опубликованы человек просидел очень много и в лагерях и был в ссылке и потом жил в таком ближайшем Подмосковье и писал что-то он писал для журнала Московской Патриархии где-то какие-то делал переводы но основное то что он писал о христианстве записки о литургии о церкви он не надеялся что это будет когда-то опубликовано но у него есть исключительная вещь на мой взгляд путь отцов вот эта книга путь отцов у Сергея Фуделя она меня поразила знаете чем? поразила тем что на протяжении всей практически книги человек который писал это он писал понятно из сердца из души но там часто видно что он ведет с людьми с современниками диалог как нам кажется церковь была в сложном времени в сложной эпохе были гонения или было неприятие государством православия и вот даже тогда он зафиксировал некоторые настроения людей то есть около церковных или церковных или людей входящих в церковь в те трудные тяжелые времена советского периода как мы сегодня говорим он говорит что там прорываются его диалоги из внешней жизни сегодня часто говорят как вот он пишет что ну хорошо там пост молитва воздержание но зачем же зарывать себя в землю так заостряет Сергей Иосифович то есть люди были тогда которые они не принимали это и он говорит да все то что мы сегодня имеем у отцов добротолюбия все это основано на апостолах и вот вспомним давайте слова самых главных наших сегодняшних апостолов Петра и Павла апостол Петр в своем послании в первом по-моему кажется в четвертой главе он говорит что страдающий плотью не грешит то есть учение о посте о баскезе как утверждает Сергей Иосифович Фудель основано на апостолах на апостолах и так же то же самое говорит Сергей Иосифович основываясь на посланиях апостола Павла что он тоже говорит ну как посмотрите нет никакого надуманного торжества человека христианина апостол может быть даже не о себе пишет а пишет о людях которых он понимает дает нам эту антропологию очень трагическую что доброе что хочу я не делаю а злое что не хочу я делаю во мне закон смерти закон греха что мне делать с этим телом смерти то есть аскеза построена на здравом трезвом отношении к своему телу который есть храм святого духа но при этом который является нашим иногда даже соперником то есть продолжение дела апостолов и первохристианство первоапостольское первохристианство к нам сегодня прорывается уже в том числе и через труды и через книги святых отцов преподобных отчальников молитвников которых мы сегодня уже помянули что часто для них миссия была одним из служений не только отчальничества не только столпничества не только юродства но даже часто еще и проповедь миссионерство которое в себя включало и отчальничество и воздержание и в том числе и юродство потому что апостол Павел даже об этом четко говорит что мы буи для мира мы сумасшедшие для мира и вот здесь сумасшедствие для мира тоже на самом деле проявляется это тоже наше апостольство Мы говорим, в чем же, как нам сегодня себя вести в апостольстве? Мы видим у апостола Павла слова, я был для всех всем. Он говорит о том, что надо, и мы с ним повторяем это, и с этим соглашаемся, что надо говорить с людьми на их языке. Согласен, но апостол говорит не о том, что надо подстраиваться под людей, под их мир. Мы говорим, ну да, вот у нас тут, я понимаю, что вам это там пост, молитва, воздержание, борьба со страстями, вам это сегодня не подходит, то тогда давайте мы об этом не будем сегодня говорить. Нет, апостол об этом говорит. Поэтому мы видим, что говорение на понятном языке не значит игра на понижение, не значит перечеркивание своего мировоззрения, не значит принимание мировоззрения того, кого ты должен сегодня обратить. И мы, кажется, заблуждаемся, считая, что если я в чем-то соглашусь, а иногда даже в очень важных вещах с тем, кого я обращаю, то я его обращу. А куда я его уже обращу? А в христианство ли я его обратил? Поэтому говорение на понятном языке не всегда есть и не должно никогда быть игрой на понижение, на упрощение и на упрощенчество проповеди. Она никогда не ладит. Если человек это сегодня не принимает, то, конечно, мы понимаем, что мы не верим в предопределение, но при этом мы понимаем, что вера – это дар Божий. И даже сегодняшние наши апостолы, которых мы празднуем память, два абсолютно разных человека. Один был готов к проповеди, и он ее получил. Другой не то что не был готов, он ее не принимал, и он ее тоже получил. Удивительные вещи. У одного такого церковного писателя, он западный писатель, может быть, даже в какой-то мере нам из Средневековья, ближе к нам, мастер Экхард, вот он пишет, что благодать – это жар, как жар в печи. Он одинаков. Но материал, из которого печется хлеб, это разный материал. Берется ржаная мука, пшеничная, ячменная, другая берется мука. Получается разный хлеб, но жар одинаковый. Поэтому мы видим, что люди, и апостолы, и люди, которых мы сегодня обращаем, получают сегодня разную почесть, разного звания, и у них разное служение. Благодать одна. Но материал, который сегодня благодатью обрабатывается, он разный материал. И самое-то важное как раз в том, чтобы мы душой Христа полюбили, чтобы для нас это было важно. Сегодня же, не могу сказать, что часто, но это случается, что сегодня, говоря о апостольстве, часто и христиане, и православные христиане, они тоже, как тогда, во времена, для меня вообще странно, почему в те времена это так было. Мне кажется, это были времена испытаний, когда жил Сергей Фудель. Тоже говорили, ну, христианство хорошее, зачем себя зарывать в землю? Пост, молитва – это как бы там святые. И вот, опять интересная вещь. Именно святые обращают нас. Мы читаем жития святых. И иногда мы относимся к этому слишком легендарно. Это легенда, это легенда, это легенда. Это агеографический язык. И часто мы, богословы, да, закончившие учебное заведение, богословские говорим. Ну, знаете, это агеографический язык. Святой жил в дупле. Ну, наверное, здесь мы должны это расшифровать. И знаете, вот сегодня вышла, вот в этом году, вышла интереснейшая книга в Свято-Тихоновском университете, записки постоножителя, про, по сути дела, про святых нашего времени, отшельники, отшельники 20 века, люди, жившие в то время, когда весь, все наше общество строило коммунизм ударными темпами, они в горах Кавказа в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы вели марашистскую жизнь. И в том числе были подвижники, которые жили в дупле. В дупле дерева, человек мог жить в дупле дерева. И вот здесь нам кажется, ну, хорошо, скажем, в дупле и в дупле, а что тут для нас это, что важно? И вот православный человек скажет сегодня. Ну, знаете, кто-то скажет, ну, это может быть там что-то так вот с головой, может быть, у человека, да? А другой скажет, другой более благочестивый скажет, ну, вот он так себе зарабатывал вечную жизнь. Но тема смерти при всей важности ее в монашеской аскезе не самая важная. Важна не тема смерти, а тема жизни. И потому-то он жил. И вот эта жизнь в аскезе, это жизнь встречи со Христом. Человек многое отсекает и от многого телесного, плотского, вещественного избавляется. Не потому, что он считает, что за это ему что-то воздастся потом, когда-то. А он высвобождает место для входящего в него полностью Христа. И вот это про наше апостольство. То есть, сегодня христианин, он тоже апостол. Но апостол, в чем его апостольство? Вспоминаем опять нашего главного монаха и отшельника, который много дней и ночей молился на камне. Святой Серафим Старовский. Спаси сам, вокруг тебя спасутся тысячи. То есть, максимально в душе, в сердце освободить место для входящего, для властно входящего в тебя Христа. И тогда Христос будет действовать тобой. Но если ты еще пока балансируешь, я хочу быть и с миром, я хочу и с тобой, я не отказываюсь. Но сидеть на двух стульях невозможно. И здесь, конечно же, как вот к тому, что материал разный. Мы можем быть разным хлебом. Пшеничным, ячменным, ржаным. Конечно, надо здраво ощущать сегодня, насколько ты можешь сегодня взять какой подвиг. Но подвиг должен быть. И вот Сергей Иосифович Фудель в своей книге «Путь отцов» говорит о том, что невозможно христианской жизни без подвига. И вот мы здесь размышляем. А что же такое подвиг? Подвиг апостолов, подвиг наш сегодня современный. Значит, освящение. То есть, человек себе должен осветить. Мы даже не говорим сегодня это славное, великое слово «обожение». Осветить. Осветить свое сознание. То есть, освящение сознания освящаются помыслы. Освящаются мысли. Освящение сердца. Освящение сердца – это освящение чувств, желаний. И мы также через освящение сознания, через освящение своих духовных очей, сердца, чувств, мы стремимся к тому, чтобы наша человеческая воля сопряглась, соединилась с волей Божией. Тогда будет апостольство. Потому что, что я могу сказать сегодня людям? Куда я их могу повести? В теорию. А вера – это не теория. Вера – это практика жизни. И вот мы говорим «вера». В ней важнейшие компоненты. Во-первых, это любовь. Бескорыстная, сыновняя. Любовь к Отцу Небесному. Любовь в сегодня мирском плане. Я кого-либо возлюбил. У нас было чувство влюбленности. Мы его знаем. Есть чувство любви. Есть чувство между мужем и женой. Чувство к детям. Мы знаем, что не имея рядом какого-то человека, или если от нас этого человека судьба отнимет, то нам будет тяжело и больно. Такие чувства мы испытываем к Богу. Мы же даже часто легко от Него отказываемся. И даже иногда в какой-то мере говорим поступком «Выйди ненадолго от меня. Выйди, Христос, ненадолго из меня, от меня. Я тебя люблю, люблю, конечно, но ты побудь в сторонке». Это вполне нам понятно. Вера и любовь. Любовь к вещам или к тем более греховному состоянию. Это тоже нам знакомо. И мы тоже понимаем, что если человек что-либо возлюбил, какое-то тем более страстное состояние, он многое превозможет, но это страстное состояние испытает, если он связал свое блаженство с этим состоянием. «Такое у нас есть чувство и ощущение к благодати, что моя жизнь без благодати не полна. И я ради нее, ради того, чтобы благодать во мне пришла, во мне сохранилась, я готов от многого отказаться». Да нет. Вот мы говорим об апостольстве. Апостолы, и сегодня даже от нас не требуется что-то, чтобы мы отказались. Вот у меня были случаи, у меня человек вроде как православный говорит, что вы говорите о борьбе со страстями, борьбе с похотью. Похоть и страсти – это неотъемлемая жизнь. И даже человек, называющий себя христианом, может говорить, что похоть и страсть – неотъемлемая часть супружеской жизни. Как можно такое сказать? О браке даже. А уж тем более, если брак христианский. Вера, любовь, любовь к Богу, понимание неполноты своей жизни без Бога и без его благодати. И вера еще как благодарность. Непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. Наоборот, всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Но я сказал и так, и так. Но дело все в том, что ведь всегда радуйтесь. Мы это выдираем все. Всегда радуйтесь. Радуйтесь, радуйтесь. И сказали, будем искусственно радоваться. Не получится искусственно радоваться. Если нет непрестанной молитвы, если нет непрестанного благодарения, не получится всегда радоваться. Потому что придется искать постоянно радости. Постоянно придется искать какие-то вещи, которые меня всю минуту, моментно обрадуют. И это постоянно качели туда-сюда, обрадовал чем-то разочарование, оскомина, послевкусие, горькое, и снова ищем, чем себя телесным вещественным обрадовать. То есть апостольство, оно только из жизни, когда Христос вошел в человека, или, по крайней мере, когда человек понял, что без Христа его жизнь неполноценна. Говорит апостол Павел, горе мне, если я не благовествую. Ну что я буду благовествовать, если сегодня Христос в меня не вошел? Если сегодня я дверку открыл, сказал, выходи отсюда, пока не надо. Потом я в воскресенье пойду в церковь, тогда я тебя позову. Что я могу тогда сказать человеку? Кого я могу привезти в церковь, если Христа я, бывает, вывожу из себя на время и говорю ему потом, мы с тобой потом встретимся? Как, если бы так супруги друг другу говорили, а так, в принципе, сейчас уже тоже к этому идет, давай расстанемся на время. Бывает и такое ужасное, благодарение. То есть вот это чувство, откуда оно рождается? Вот человек смотрит, творец, творение. Помните у Соловьева, Владимира Соловьева, милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами, только отблеск, только тени от незримого очами? Творение заставляет нас благодарить. А уж воплощение, то есть Бога воплощение, Бог стал человеком, чтобы человек убожился. Смерть на кресте, смерть Бога на кресте. Солшествие в ад, о чем как раз написал-то в первую очередь апостол Петр. Воскресенье. Все это заставляет благодарить. То есть на второй план вообще уходят какие-то вещи. Помог мне сегодня в моих житейских... Да как бы житейские вещи, они как бы даже уходят на второй план. Потому что здесь уже все сделано. Бог все сделал. Для меня большего я не то что требовать. Упаси Господь. Ждать больше ничего от Него уже не могу. Он все сделал. И кроме благодарения, разумеется, вот есть такая вещь, как... Нами часто не понимаем страх Божий. Мы сразу можем не говорить о страхе наказания, хотя в какой-то момент, в начале пути он должен быть, хотя мы остаемся на этом уровне постоянно. Но он нас никогда не спасал от греха, страх наказания. Благоговейный трепет. Вот первая важная ступень страха Божьего. А самая другая важная страх Божий, это, конечно же, страх потерять. Утерять ту благодать, которая нам дается. Но опыт богооставленности, о котором очень много писал Силуан Афонский, это тоже опыт смирения. Потому что опыт торжества часто нас вводит в заблуждение. Мы торжествуем, мы христиане. А потом видим, что плодов-то нет. И как раз нам посылается опыт богооставленности, чтобы мы вернулись к апостольству в полной мере. Потому что через, опять же, апостол Павел, слова его, Господь ему сказал, а он их зафиксировал. Сила моя в немощи твоей совершается. Осознание своей немощи, сознание своей бедности позволяет Богу войти в нас. Освобождает это место в душе для нас. И тогда он начинает там и действовать. Поэтому здесь, конечно же, вот эта задача освещения себя, освещения сердца, сознания, воли, стяжания веры как любви, как любви к Богу, как благодати, как благодарности, как страха Божьего. То есть постоянная защита своей души, своей личности, защита своей личности от духовных потерь. И здесь, опять же, непрестанная молитва. То, что мы не понимаем. Ведь мы видим, что апостолы нам дали в первую очередь опыт молитвы. Об этом говорит апостол Павел. Непрестанно молитесь. Здесь нас иногда подстерегает небольшая ошибка. Люди понимают, правильно понимают, что под непрестанной молитвой понимается молитва Иисусова. Но здесь молитва Иисусова должна нами пониматься в контексте действительно жизни монашеской. Жизни, которая нерассеянная, которая находится в отшельничестве или в монастыре. Нам здесь есть некая система, которую в полной мере мы воплотить не можем. Поэтому у нас в какой-то мере своя ситуативная молитва Иисусова. По крайней мере, мне кажется, она должна быть с нами всегда практикуема. Как это? Как это звучит? Вот ситуативно молитва Иисусова. Господи, помоги. Господи, поддержи. Видишь в себе смятение. Господи, укрепи. Видишь отсутствие телесных или духовных сил. Именно даже в апостольстве. Чувствуешь отсутствие правильных мыслей, слов. Господи, вразми. Господи, наставь. Господи, поддержи. Укрепи. Направь. Дай сил. То, что проявилось хорошо в молитве святого Иоанна Кронштадтского. Имя тебе мир. Дай мне мир. Имя тебе любовь. Войди в меня как любовь. Дай мне любви. Тишина, покой. Начальник тишины Христос. Войди в меня своей тишиной. Так вот. Вот этот опыт жизни во Христе. Это и есть то, чем мы можем поделиться. Снова повторим слова апостола Павла. Горе мне, если я не благовествую. Но о чем я могу благоствовать? Заученные фразы, цитаты, теорию. Только жизнь. Даже так не мощно, как может быть есть в тебе. Но она должна быть. Не торжествуй. Опять вот еще момент такой. Апостол. Перенесем на апостола те слова, которые сказаны были о святом Иоанне Предтече. Друг жениха. Так апостол и христианин, если мы говорим об апостолате и апостольстве, даже мирян, это друг жениха. Мы друзья Христа. Не собой мы заслоняем для человека, пришедшего в храм Христа. А наоборот, мы мимо себя или даже сквозь себя, даже в какой-то мере, может быть, готовы мы быть мостиком, лечь под ноги, чтобы он прошел ко Христу. А не то, что вот Христос там, а я здесь, и тебе туда идти не надо, почитай меня. Разве таких проблем не случаются? В церкви случаются. Это проблема. Это действительно серьезная проблема. Когда вместо того, чтобы быть другом жениха, человек себя сам обожествляет. И ведь, ну, об этом Евангелие говорит, да, горе тому слепцу, который сам слепой, и ведет других слепцов. Мы все посломы и у Христа. Так вот, это, и когда переполняет человека вот этот опыт вошедствия в его душу, в его сердце Христа, благодати, тогда он, конечно же, желает этим поделиться. Потому что он видит страдающее творение. Ну, это человек, в первую очередь. Он видит своих братьев, своих близких, которые страдают. И тогда у него прорывается это апостольство. Что он хочет поделиться с ними. Он хочет им показать, что не в вещах, не в радостях этого мира радость, а в Христе, в присутствии благодати. Для нас же сегодня, вот опять же у апостола Павла слова. К свободе призваны вы братья. К свободе. И мы говорим о свободе. То есть, то, что читаем мы в житиях, или читаем сегодня в патриках, или читаем сегодня в книгах про сегодняшних подвижников, мы понимаем, что на самом деле высвобождение от всего тленного места в душе для Христа, это и есть обретение свободы. Люди не зарабатывали себе место в Царстве Небесном после смерти, а именно обретали глубокую, нравственную, духовную свободу. И это свобода, которая их так радовала, что они не стремились больше ни к чему. И вот это, говоря об этой свободе. Для нас свобода, для большинства людей что такое? Свобода делать все, что хочу. Звездозволенность. Она все равно сегодня, это понимание свободы все равно сегодня есть. Потому что мы понимаем все-таки, что это с эпохи Возрождения в какой-то мере человек стал центром мироздания, Вселенной. Не христоцентричен стал мир, а антропоцентричен стал мир. И провозгласено было, что человек, мера всех вещей, и что естественно, то небезобразно. И вроде бы мы сегодня тоже это повторяем. Что естественно, то небезобразно. Что вы тут со своей борьбой, со страстями привязались? К нам часто мне это говорят тоже. И мы понимаем, что раньше, если было что естественно, что небезобразно, а теперь то, что противоестественно, уже тоже небезобразно. Мир об этом уже вещает. Мир сегодня это уже проповедует. И мы, конечно же, понимаем, что на поводу у этого идти ни в коем случае нельзя. И свобода, и проповедь о свободе, если многими она сегодня до сих пор не понимает, о христианской свободе, если она до сих пор не понимает, то многими она уже понимается, теми, кто уже вкусил свободу как вседозвольности. Люди уже в наш век химических зависимостей, они поняли, насколько вседозвольность порождает огромную несвободу. И потому проповедь христианская, проповедь не теории, не догматики, а проповедь христианской свободы от страстей, сегодня многими уже может пониматься. И не надо расстраиваться, что кем-то она не понимается, и кто-то на нас злится. Придет время и для этого человека. Вся мнимая свобода вседозвольности будет дезвоирована, и он это поймет. И, разумеется, вот эта проповедь свобода христианской, она должна именно быть серьезной, важной. И здесь нельзя играть на понижение. Здесь нельзя идти на попятную, говорить, да-да-да, пост это монахи выдумали. А вот как раз сейчас эти слова я говорю, и опять и Сергея Иосифовича Фуделя. Он говорит, мысль о том, что всю аскезу придумали монахи, это ложная мысль. Все это пришло к нам от апостолов. И первоапостольское первохристианство только лишь сегодня может нами пониматься не в археологических реконструкциях. Он там, Сергей Иосифович, употребляет очень болезненное слово. Он говорит, первохристианство сегодня, к которому мы интуитивно и необходимо стремимся, но проявляется не в надуманных археологических реконструкциях в стиле живоцерковников, а только лишь в пути отцов, в учении отцов, в учении отцов добротолюбия. Какое слово, каким припечатал словом Сергей Иосифович, живоцерковников, отсылает нас в трагическом временам 20-х годов. При этом человек далеко не обскурант. Далеко не обскурант. Проповедь апостольская жива, она есть, она жизненна, но она именно в жизни проявляется, и тогда она жизненна. Спасибо, отец Александр. Вы нарисовали очень... Во-первых, у нас была очень богатая география. Сегодня мы путешествовали вместе с вами по апостольским местам и по местам тех преемников апостолов, и действительно был нарисован очень емкий такой образ именно апостола, который не меняется с течением времени. У нас с вами буквально одна минута осталась. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в рамках нашей сегодняшней встречи? Дорогие, я хочу пожелать и себе, и всем вам, и всем нам, чтобы мы по-настоящему вкусили радость о Христе Иисусе, по-настоящему ощутили ту радость вхождения в нас благодати, которая греет, согревает, светит, питает душу человека. Тогда нам будет чем поделиться, это в первую очередь с нашими близкими людьми. Тогда не слова, а даже часто глаза наши будут говорить. Это тоже у апостолов было. У святых говорили даже не слова, не их язык, а их глаза говорили. И вот, ну в первую очередь, конечно, это важно для каждого из нас. Вхождение в нас благодати, вхождение любви Божией, веры и верности, доверия и уверенности. Это нашу жизнь не только скрашивает, а ее полностью обновляет и преображает. Всем вам этого и желаю. Благодарю вас, отец Александр, за сегодняшний очень интересный разговор. У меня были составлены вопросы для него, но удивительным образом вы в своем таком рассказе, очень интересном, на эти вопросы ответили. Вот, поэтому спасибо вам огромное. Спасибо за приглашение. За сегодняшнюю встречу. Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня в студии телеканала «Союз» на программе «Беседы с батюшкой» был протеерей Александр Рябков, клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Вел телепрограмму «Беседы с батюшкой» Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. До свидания.